нахожусь на кухне в новой квартире и работу буду продолжать системой отопления и подключение будет к этому газовому котлу на лоджии трубы крашеные приподнял и подветил и они сейчас закреплены к этой вот стене и на резьбу накрутил уже приваренные два уголка под 45 градусов но вот эти вот трубы которые находятся они еще не приварены и работу буду начинать с этими трубами системы отопления именно вот с этой стороны делать обвязку вот к этому радиатору и газовому котлу и сейчас я вам расскажу расклад по этому газовому котлу как монтажники закрепили этот газовый котел и сантехники подключили вот эти вот трубы холодной и выход горячей воды а также отопление две трубы вот в это вот место вот ну видно сейчас я конечно все вспоминаю и вот что я как-то давно выписал на этом леске бумажки ведь сверху старой квартире все это замерил то есть это столешница здесь раковина и взял размеры и вот здесь плита накладная такая вот сверху на столешницу тут вырезает и вот так вот укладывает и вот все вот размеры такие вот взял потому что они очень удобные но правда не с этой стороны с этой но так как у нас здесь свободное место и все размеры как бы перенес вот в эту сторону вроде понятно и газовый котел вот так нарисовал над этой вот столешницей как бы он висит здесь это давно было нарисовано сейчас вот просто вспоминаю и размеры если тумба но тут вот столешница где кастрюли находится но вроде понятно от пола до низа вот этого газового котла расстояние будет метр тридцать семь ровно вот я замерил в квартире старого дома а этот дом новый и вот в этой квартире есть я со нахожусь и мне нужно перенести вот эти вот размеры и вот эти размеры проверить от той стены до газового котла потому что скорее всего здесь все сделали так как должно быть потому что газовая компания они делают строго так как им в инструкции написано так они и сделали или не этот газовый котел вправо нельзя отводить и скорее всего влево тоже нельзя переносить поднять я могу это сто процентов что я и буду делать наверное и но есть в этого не сделать потом будут одни мучения сейчас я вам покажу что на самом деле получается то есть метр тридцать семь а здесь получилось метр двенадцать столешница приблизительно вот таким вот образом будет и расстояние вот такую вот будет представляете какое расстояние будет это конечно не очень-то и хорошо и потом мне нужно наклониться и а сделать осмотр и вот этот вот штырек вот этот или через пластмассе нужно туда воткнуть и как туда воткнуть чтобы подать воду в систему чтобы создать давление это не очень-то и хорошо потому что голова уже между столешницей и низом газового котла она просто туда не залезет конечно вот эти вот трубы мне нужно отсоединить газовый котел снять перед тем как снять тоже нужно здесь тоже отсоединить кран установлен в трубы вот здесь перекрыт здесь тоже есть перекрыть перекрытие этим краном этой трубы то есть проблем никаких нет снять вот эти трубы ночи надо демонтаж сделать одним словом и теперь по вот этим вот размером здесь получается 600 400 это будет 1 метр метр 600 и 200 ну вроде понятно получилось метр восемьдесят и вот смотрите какое расстояние здесь будет это нужно сделать пока здесь грязь и если еще никто не живет приехать заказать кухонный гарнитур и установить здесь конечно будет не очень-то удобно ну просто неудобно будет а почему не удобно будет потому что все будет плясать от этого газового котла все размеры навесных шкафчиков и так далее все будет от него зависеть это будет не очень-то удобно ну вроде понятно так метр восемьдесят и от стены тут и скажу просто шикарно вот он метр восемьдесят еще какое-то расстояние здесь есть 15 сантиметров ну просто прекрасно то есть я так и и оставлю потому что вот эта сторона и эта сторона должна быть открытая этого газового котла то есть здесь ничего не должно быть раз здесь будет газовая поверхность плиты и здесь можно готовить здесь будет вытяжка вот сюда вот если какие-то пары будут подыматься и там вентилятор будет просто всасывать эти пары и давить их будет прям туда в этот канал то есть тут вытяжка она где-то приблизительно будет вот так то есть здесь будет открытое место просто прекрасно здесь надо что-то придумать вот в этом месте вот уж что-то рисовали рисовали какие-то черточки непонятно что нарисовали этого я уже вспомнить не могу но здесь можно что-нибудь да придумать если например здесь должно быть открытое место можно оставить вот это расстояние вот сюда вот шкафчик запихать какой-нибудь то есть заказать и сделают а здесь можно какую-нибудь горку поставить старинную или он до сих пор взять старинную горку то есть столешница будет доходить здесь здесь будет такая горка старина и за крит этот счетчик будет если надо открыть дверцу открыл и сделал монтаж проверил все соединения на этой трубе ну вроде бы что-то я вам рассказал это было раньше планах просто я забыл это все сейчас я вспомнил и бумажка здесь лежит и по этой бумажке я буду ориентироваться и работать вот здесь я помню как-то открутил вот это соединение вот этой трубы отопления вот здесь насос к этому насосу было подсоединено я взял вот эту муфту открутил как она была закручена сейчас вам покажу вот так и крути это муфта вот эта часть соединения закручена на эту муфту и вот таким вот образом гайка просто вращается и идет съем этого котла если надо что-то посмотреть вроде понятно и было как-то вот так вот подсоединение сейчас вам покажу вот так закручено и там резьба вот смотрите какая она резьба раз такая вот дурацкая какая-то ну здесь площадь такая вот прям шикарная и давай я искать и нашел то что я раньше купил потому что у меня здесь пакетик там пакетик там пакетик в общем столько труб осталось от работ я это все не выкидывал от складывал и все теперь перевез сюда что то есть на даче и тут все валяется вот представляете я все это вытащил и искал и вот нашел то что я искал это я специально купил для того чтобы вот эти трубы вытащить и вот этот кран не здесь не нужно я его устанавливать не буду а вот таким образом буду делать соединение здесь есть прокладка для прокладки здесь есть утолщение где находится резьба и таким вот образом я сделаю одно соединение и все вот так сделаем вот что я вам рассказал рассказал и для себя я это уловил и запомню и сейчас я буду тут вот переодеваться и работать вот с этой частью вот с этой частью буду работать делать подготовку рабочего места вот эту коробку сдвинул туда и мебельный щит и что на нем лежал взял приподнял и сейчас у меня здесь открытое место я могу спокойно передвигаться осталось убрать вот этот вот строительный мусор который остался почему-то наверное бежал с этой квартиры куда-то очень быстро и все это осталось вот еще работу расскажу которая будет система отопления уже в помещении вот этой комнаты так называемый зал в котором и гости будут и в этом зале также если гости не будет и спать здесь то есть комната непонятно ее не знаю как назвать даже эту комнату в однокомнатной квартире однокомнатной квартире я не знаю это и зал и комнатой вообще непонятно чё если двухкомнатная квартира значит в одной комнате мы присутствуем спим постоянно другая комната и даже как гостиная туда людей принимает смотрит телевизор а в спальню уже никто не заходит а здесь в однокомнатной квартире все заходят так мы же купили трубы вот такие вот для отопления чтобы легко их можно было сварить раз заварила не надо резьбу делать но я как-то помню и мы сейчас вот обсуждали что по этой стене нужно трубы не вот такие вот вот такие потому что вода горячая будет двигаться как бы передвигаясь она будет нагревать вот эти металлические трубы и теплый воздух по всему периметру здесь будет подниматься вверх и постоянно циркуляция будет именно возле этих стен это понятно пластиковые трубы этого не делают это дурь из дури а вот эти вот металлические трубы мы просто про них забыли и конечно монтаж делается очень легко можно самому это сделать а когда металлические трубы да тут нужно нанимать уже ты не сделаешь так как хотелось бы тут и сварка и прогон резьбы на этих трубах это очень накладно и очень не знаю как мы решили все таки здесь вот трубы металлические то есть металлические трубы вон там будут подсоединяться вот эта металлическая труба вот эти вот трубы нужно мне вытащить я их запихал теперь нужно их вытаскивать с отверстий вот это вот стены то есть эти трубы не будут здесь металлическая труба будет вот здесь подсоединяться точно таким же образом вот точно таким же образом и здесь проходит такой вот плавная плавный поворот этого соединения вот такое соединение плавно и получается для передвижения горячей воды потому что циркуляционный насос он начинает передвигать эту воду толкает ее и она будет двигаться легко и для этого насоса будет просто замечательно он будет сидеть как в воде как в своей тарелке будет работать но вроде понятно и мы все-таки решили трубы не такого диаметра меньший диаметр эта труба будет удерживать очень много вот этой горячей жидкости она же будет прикасаться внутри этих стенок металлических она же будет прикасаться и вот эти стенки будут забирать тепло постоянно а как бы вот так будут будут забирать и труба вот такая почему мы взяли такую вот трубу посередине будет передвигаться горячая вода которая будет доходить и до этой трубы металлическая но она диаметр будет меньше что-то мы вот так вот сделали конечно эти если диаметр здесь будет больше теплоноситель ну скажем вот вода вот это вот горячая будет обволакивать эти стенки и передавать тепло этому металлу этот металл очень легко будет нагреваться и обветриваться вот этим вот воздухом а посередине горячая вода как было так и останется и она будет передвигаться но вот на этих тонких трубах скорее всего нас уже здесь будет не такая уже доходить до конца всей длины этой трубы она не будет такая вот уже горячая я так понимаю но вроде понятно но при нагреве разогрев это конечно трубы будет нормальный и вся горячая вода будет фактически одинаковая температура ну что такое вот я по этой стороне что такое вот как в в в в в в в Тут вообще все шевелится, все вращается вокруг своей оси, все соединения. Вот здесь резинка, здесь паранит, вот так получилось. Надо разобраться вот с этим соединением, почему оно так двигается. Вот так соединяется, просто было не затянуто. Тоже здесь вот такое вот соединение было, соединение на соединение. Не пойми что. Так, все, смотрите, идет такое вот качение, все качается. И теперь по отоплению. Последняя труба. Все, ключ, еще где-то ключ большой не могу найти. Непонятно. Сейчас буду искать, а то и применю вот этот вот ключ на ослабление. И так. Так, я тут котел освободил в нижней части как от трубы газа и от труб отопления и холодной воды. Вы представляете, что я сделал? Тут вот, смотрите, торчат все вот эти вот соединения. Все тут вращается, шевелится. Вот это мне нужно открутить. Я не хочу. Вот эти вот кранчики я оставлю. Вот эти два кранчика я их оставлю. Холодной. Воды. Подача холодной. И уже она нагретая будет поступать вот в эту трубу. Вот эти кранчики я оставлю. Вот этот кранчик я, наверное, уберу. Вот здесь нужно отрезать, муфту поставить или все переделать, не знаю. Почему переделать? Потому что вот здесь места очень мало для того, чтобы... Если бы я начну клеить плитку, так называемый фартук над столешницей, то здесь будет проблема. То есть, вот такая вот шуковина. Конечно, можно убрать этот газовый котел, эти трубы, взять размеры со старого дома квартиры, перенести все эти размеры и приклеить плитку, а потом уже усыновлять этот котел, крепить все трубы и газ, чтобы был уже подключен. Вот так можно сделать. И как правильно мне сделать, я даже не знаю. Мне нужно, чтобы здесь уже воздух прогревался, мне нужно, чтобы здесь работать в тепле. а то скоро снег пойдет, и здесь, наверное, будет в квартире очень холодно. А я этого не хочу. Еще одно соединение нужно отсоединить от этого котла, потому что я его никак не сниму. Это произошло снятие, и вот здесь вот я вижу пыль, которая собирается... Откуда вот эта... Ну, пыль, это явно видно. Ну ладно, разберусь с этим поту. Ну, чтобы... Так, вот сюда положено мягкое. Включить свет. Что-то я выключил. Здесь подготовил место для этого котла. Там есть электричество. Вот оно, электричество. Вот этот шнур, идущий. На управление его нужно отключить. Каким-то образом. Вы представляете, и еще этот провод нужно отключать. А перед тем, как отключить, нужно отключить автоматический выключатель, который находится на лестничной площадке в щиту. Вот такие дела. Ну, буду... Так, как-то надо снять вот здесь все. А, вот. О, отлично снимается. И я, возможно, здесь... Главное, чтобы не сломать. А вот, вот так, вот так. Все, снял коробочку. Вижу здесь три жилы. Вот они, три жилы. Вот это вот, я понимаю, вот так вытаскивается. Ага. Все понятно. Проблем нет. Видите? Одно туда, другое туда, третье сюда. Потом буду искать. Это вот, на самом деле, так всегда бывает. Пыли очень много. Тут нужно сдуть всю пыль. Это не нужно. Осталось чуть-чуть. Пойду отключать. Отключать. Продолжение следует...